Это самая большая выставка детских работ в России. Без ложной скромности заявляют организаторы творческого конкурса «Рождественская звезда». В экспозиции более 900 картин и произведений декоративно-прикладного творчества. Разнообразие техник, стилей, жанров, но тема одна – Рождество Христово. Мы охватываем этой выставкой практически всех детей Одинцовского муниципального района. Участвуют в ней общеобразовательные школы, центры дополнительного образования, детские садики, коррекционные школы, музыкальные школы, школы искусства, дома культуры. На протяжении 10 лет участие в конкурсе принимают ученики изобразительной студии Андрея Калинина и юные передвижники. В этот раз художники представили 4 работы, каждая стала призером. А эта картина Диана Федронос отмечена специальным гран-при главы Одинцовского района Андрея Иванова. Сделать просто храм было бы скучно. А когда мы уже решили дополнить композицию старцем, именно не просто священнослужителем, а старцем, человеку, приближенному к Богу, который дает радость людям, которому приходят со своими печальными, бедами и горестями. Именно он приближен к Богу. Этого человека хотелось изобразить именно таким каким-то трогательным, каким-то нежным и чистым. В этом году участие в конкурсе приняли художники из Звенигорода. Работы яркие, интересные, наполненные рождественским настроением и глубоким смыслом. Этот керамический светильник – дело рук Звенигородской мастерицы Екатерины. Девушка четыре года занимается в художественной студии. Одну половину я делала с формой, а вторую лепила вручную. Обжигала. Обжигала я ее... Ну, сначала я ее обожгла, но потом начала красить. Конкурс «Рождественская звезда» – это совместное начинание Одинцовского благочиния, районной администрации и управления образованием. Идейные вдохновители Ольга и Владимир Винницкий. Творческий проект поддерживает и глава Одинцовского района Андрей Иванов. В этом году вместе с Дианой Федрона с обладателями гран-при главы района стали Юлия Французова, Дмитрий Дудченко и Анастасия Кобытьева. Хочу, наверное, сказать спасибо и организаторам конкурса, и идейным вдохновителям, лесменным, супругам Винницким, Ольге и Владимиру, также администрации сельского поселения Захаровское за непосредственное участие, потому что, наверное, уже сложно представить себя Одинцовский район, да и само поселение без такого традиционного мероприятия. Рождество Христово – многогранная и благодатная тема. Детский взгляд особый, точный и тонкий. Здесь и разнообразие вертепов, и лики Богородицы, и старцы, и православные святыни. Дети работают и в исконно русских традициях, в Богородской резьбе и фидоскинской живописи. Эта шкатулка из нового городка, выполненная учениками Ольги Бурениной, стала настоящим событием. Работа была сложной и кропотливой. Сначала даже нет прорисовки. Сначала делается замалевок, перемалевок, потом прорисовка, бликовка. И вот эта контрастная живопись, когда очень углубляются тени, необыкновенно выявляется первый план. Как будто, знаете, солнце освещено. Знаете, Господь дал солнце лучше. И вот это все заиграло. Вот так получается. Это сразу не напишешь. Лауреатами творческого конкурса «Рождественская звезда» стали более ста юных жителей Одинцовского района. Специальные призы подготовила Одинцовская благочиния. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина. Самым юным творцам подарки вручил меценат Вячеслав Киреев. Выставка в Захаровском доме культуры доступна для всех желающих. А следующим творческим событием станет конкурс «Пасхальный свет и радость». Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.